Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известном, вновь обрести незаслуженно забытое, разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа Абсолютный слух. Крейцерва соната для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, конечно же, знают все любители музыки. Сочинение Льва Толстого с тем же названием Крейцерва соната знает весь мир, и даже те, кто не очень хорошо знаком с музыкой Бетховена. Но кто же такой сам Рудольф Крейцер? Вот о нем-то, великом скрипаче-виртуозе, который вдохновлял гениев и поражал современников, мы и расскажем в нашей программе. Рудольф Крейцер, сын музыканта при дворе Людовика XVI, явно был талантливее своего отца. Он делал огромные успехи, занимаясь чешским композитором и скрипачом Антонином Стамицем. Дарование 16-летнего подростка оценила и сама королева Мария Антуанетта, когда пригласила его выступить перед королевским двором. А уже через год Крейцер исполнил в Париже скрипичный концерт собственного сочинения. Юного музыканта сравнивали с Моцартом, и ему предрекали большое будущее. Но вскоре на него посыпались несчастья. Друг за другом из жизни ушли его обожаемые родители. Дом опустел, звуки скрипки стихли. На помощь отчаявшемуся юноше пришла Мария Антуанетта. Она предложила Крейцеру занять место его отца в королевском оркестре. Это не только позволило ему безбедно существовать, но и оставляло достаточно времени для сочинения музыки и сольных выступлений. Крейцер восхищал не только простых слушателей, но и специалистов. В своем таланте инструменталиста он более следует интуиции, чем в школе, писал критик. Он вызывает столь сильное эмоциональное воздействие, что ни один из слушателей не может его избежать. Он обладает могучим звуком, чистейшей интонацией и увлекает своей горячностью. В возрасте 22 лет Радольфа женился. Аделаида Шарлотта Фукарт самоотверженно помогала своему мужу добиваться успеха и с удовольствием делила с ним его славу. Она превратила дом Крейцера в Версале в настоящий салон, где собирались видные музыканты. Крейцер ценил чуткость и мудрость жены и всегда прислушивался к ее мнению. В 1789 году, в жестокие годы французской революции, супруга посоветовала Крейцеру поскорее приспособиться к новым порядкам, держаться политического нейтралитета и служить одному только искусству. Людовик XVI был изгнан из Версаля и переселился в Париж. Королевский оркестр распался. Крейцеру очень повезло. Он занял место солиста в оркестре одного из крупнейших парижских театров того времени, опера Камик. Скрипач удивил многих, когда представил на суд меломанов свой новый опус, оперу «Жанна Дарк» в Орлеане. Постановка имела большой успех, ведь современники увидели на сцене отражение бурных революционных событий. Едва публика отжила восторг от премьерных спектаклей, как Крейцер уже предложил дирекции свое новое произведение. На сей раз он взял за основу сочинение французского писателя Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния». Этой повестью зачитывалась вся Европа. Главную партию исполнила знаменитость – французская певица Мадам Шевалье. Крейцер вновь не ошибся с выбором темы. Он абсолютно точно угадал, что история несчастной любви не оставит публику равнодушной. И действительно, авторы оперы едва ли не носили на руках. Слава композитора и скрипача Рудольфа Крейцера распространилась по всей Европе. В 1796 году во время гастролей в Италии он познакомился с 14-летним виртуозом. Его звали Николо Паганини. И он был восхищен мастерством своего великого французского коллеги. Впрочем, и Крейцеру понравился Паганини. После того, как тот сыграл сочинение Крейцера прямо с листа, изумленный маэстро предсказал юноше большое будущее. Во время одного из турне Рудольф Крейцер оказался в Вене. Узнав о его приезде, Людвиг ван Бетховен поспешил познакомиться с ним поближе. Он не только мечтал увидеть знаменитого скрипача, но и узнать о революционных событиях во Франции из первых уст. Крейцер обворожил Бетховена своей игрой и показался ему чрезвычайно интересным собеседником. Бетховен вспомнил о той встрече через пять лет, когда завершил свою девятую сонату для скрипки и фортепиано. Первоначально он намеревался посвятить ее знаменитому британскому виртуозу Джорджу Бриджтауэру, которого вся Европа именовала африканским принцем. Они вместе исполнили новую сонату в концерте, но ничего-то. Ходили слухи, что вследствие размолвки с Бриджтауэром из-за некой светской красавицы Бетховен снял свое посвящение. Он посвятил сонату Крейцеру. Крейцер хороший и милый человек, писал Бетховен своему издателю. Он доставил мне много удовольствия во время пребывания в Вене. Его естественность и отсутствие претензий мне милее, чем внешность и содержание всех виртуозов. Эта соната написана для выдающегося скрипача. Однако Крейцер вовсе не думал отвечать Бетховену взаимной симпатией. Наоборот, француз был полон высокомерия по отношению к немецким музыкантам и проявлял абсолютное пренебрежение к бетховенской музыке. Вторая симфония Бетховена, к примеру, ему показалась столь громоздкой и тяжеловесной, что он не выдержал и покинул зал прямо во время исполнения. Посвященную ему сонату Крейцер так никогда не исполнил. Находя ее слишком сложной и возмутительно непонятной, он старался о ней даже не вспоминать. Да и какое ему было дело до Бетховена? Скрипачий композитор продолжал идти своей дорогой, а точнее уверенно двигаться по лестнице своей блистательной карьеры. Профессор Парижской консерватории Рудольф Крейцер был не только очень талантливым, но и очень общительным человеком. Он умел произвести впечатление и буквально влюбить в себя кого угодно. Очаровав самого Наполеона Бонапарта, Крейцер с легкостью попал в его ближайшее окружение, а в 1802 году получил должность первого скрипача. После провозглашения Наполеона императором Крейцер был удостоен звания личного камер-виртуоза его императорского величества. В 1803 году он занял место солиста оркестра Парижской оперы, а в 1817-м стал его главным дирижером. А еще через 7 лет заслуги Крейцера были отмечены высшей государственной наградой – Орденом Почетного Легиона. Жизнь Крейцера – это история триумфа. Однако с его славным именем судьба сыграла шутку. Лишь благодаря девятой сонате великого Бетховена для скрипки фортепиано, Крейцеровой сонате и одноименной повести русского гения Льва Толстого Крейцер прославился в веках. Тогда как партитуры его 19 скрипичных концертов и 40 опер до сих пор пылятся в архивах. Они потеряны или забыты. И лишь учебное пособие Крейцера, его 42 этюда каприса, штудируют скрипачи-студенты, надеясь добиться столь же виртуозной техники игры и втайне мечтая получить посвящение великого автора. КОНЕЦ КОНЕЦ ОперА ГАРНЬЕ Когда мы произносим это словосочетание, то сразу же представляем себе величественное здание Парижской оперы, созданное по проекту великого архитектора Шарля Гарнье. Но дело в том, что Гарнье построил и еще один оперный театр, гораздо меньший по размеру, но не менее роскошный. Он выполнил заказ князя Монако, Шарля Третьего, представителя старинного рода Гримальди. Именно по инициативе князя в 1860 году было открыто знаменитое казино, которое привлекло в Монте-Карло множество богатых людей. И по его же инициативе 19 лет спустя был построен оперный театр, который привлек в Монте-Карло множество великих личностей. Добрый день, дорогие друзья! Я с удовольствием приглашаю вас в оперу Монте-Карло. Но сначала хочу познакомить вас с нашим зданием. Опера расположена прямо в здании казино. Думаю, его знает весь мир. Тот, кто здесь не был, наверняка видел его в фильмах. Оно было открыто в 1860 году. А потом к нему пристроили здание. Проект заказали архитектору Шарлю Гарнье, потому что князь Монако Шарль III решил, что люди должны иметь возможность не только развлекаться и отдыхать, но и приобщаться к культуре. Этого внутреннего дворика, атриума, раньше не было. Здание заканчивалось прямо здесь. А крышу построили позже, одновременно с тем, как казино пристроили оперу. Вообще, должен сказать, что здание оперы построили очень-очень быстро, всего за 8 месяцев, потому что в ту эпоху прежде всего думали о том, чтобы угодить заказчику и посетителям оперы. Прежде чем мы войдем в зал, я хочу вам показать кое-что эксклюзивное. Это частный вход для членов правящей фамилии. Когда принц Альберт и его супруга, княгиня Шарлен, а также его сестра, княгиня Каролина, приезжают в театр, для них предназначен персональный вход. Его называют Сквер Масне. Почему? Да потому что великий французский композитор Жюль Масне был тесно связан с княжеской семьей и написал для театра Монте-Карло семь опер, в том числе и Дон Кихот, в которой участвовал великий русский бас Шаляпин. СПОКОЙНАЯ ЗАСТАВКА Так вот, члены княжеской семьи проходят сквозь сквер Масне. Вот там паркуется их автомобиль, мы открываем эти двери, и по этим ступеням они поднимаются в свою ложу на небольшом лифте. Так что вы сейчас находитесь там, куда обычно никого не пускают. Ну а я, как директор театра, должен выйти, чтобы встретить их, а потом проводить после окончания спектакля и после того, как они поздравят артистов. Ну а теперь приглашаю вас войти в зал. Поднимаемся по деревянным ступеням и увидим это чудо. В зале всего 531 место, но с любого из них прекрасно видно и слышно, что происходит на сцене. Впрочем, таково было требование при строительстве. Все зрители должны иметь равные условия. В каком-то смысле очень демократично. Зал уникален, он имеет окна. Стоит раздвинуть занавеси на окнах и открывается прекрасный вид на море, а в зал проникает яркий свет. Этот свет отражается в оттенках золота и интерьер всегда выглядит по-новому. В зависимости от цвета моря, неба и времени суток. Такого зала нет больше нигде в мире. Ну, а прославил этот театр мой знаменитый предшественник Рауль Кюнсбург. Это легендарная личность. Он руководил оперой Монте-Карло около 60 лет. По-моему, это мировой рекорд. О нем можно рассказывать бесконечно. Например, именно он сделал редакцию и поставил осуждение Фауста Берлиоза на сцене. Ведь раньше это сочинение исполняли только в концертах. Он сделал также редакцию третьего акта сказок Гоффмана Оффенбаха. Вообще, здесь прошло множество премьер. Благодаря Гюнсбургу эта сцена открыла миру настоящие шедевры, в том числе ласточку, пучини и дитя и волшебство Равеля. Гюнсбург имел точную интуицию на таланты. Он приглашал великих артистов. Вы приехали из России, поэтому вам будет интересно, что здесь выступал Федор Шаляпин. На этой сцене он пел и премьеру оперы Масне Дон Кихот и Мефистофеля Бойто и Бориса Годунова. Здесь часто бывал великий итальянский тенор Энрико Каррузо. Гюнсбург организовал его первое выступление за пределами Италии. Да и потом все лучшие тенора 20 века пели на этой сцене. Лучано Поворотти, Пласидо Доминго, Альфредо Краус. А перед Первой мировой войной в Монако приехал совершенно уникальный человек Сергей Дягилев. Многие из постановок его труппы «Русский балет» с участием Нежинского и других артистов рождались именно на этой сцене. Театр Монте-Карлу служил для его артистов и хореографов творческой лабораторией. Гюнсбург был очень тонким политиком. Он умел общаться с членами княжеской семьи, уважал публику и артистов. Хочу рассказать один исторический анекдот. Однажды на сцене шла генеральная репетиция оперы «Риголетто», где Шаляпин исполнял партию с Парафучили. И вдруг между Шаляпином и дирижером возникли разногласия, которые быстро переросли в конфликт. Шаляпин начал кричать на дирижера, а среди оркестрантов раздались недовольные возгласы «прекратите, помолчите». В результате Шаляпин в бешенстве ушел со сцены в гримерку, заявив Гюнсбургу, «Если передо мной завтра оркестранты не извинятся, я петь в спектакле не буду». Гюнсбург попытался договориться с музыкантами, но они ни в какую. «Нет, мы правы, он грубо разговаривал с дирижером, извиняться не станем». В общем, ситуация безвыходная. На следующий день в 8 вечера Шаляпин в костюме и гриме, но он ждет извинений. И вдруг появляется Гюнсбург. На его лице широкая улыбка, дорогой Федор, они хотят извиниться. В ходе два человека, скрипач и флейтист со своими инструментами. «Мсье Шаляпин, извините за вчерашний инцидент». Ну, Шаляпин, конечно, говорит, хорошо, я выступлю. Они уходят, дверь закрывается, Гюнсбург забирает у них скрипку и флейту и отдает их настоящим музыкантам. Оказывается, он попросил двух крупье из казино переодеться во фраки музыкантов и принести извинения, чтобы спасти спектакль. Понимаете? Он был гений. Знаете ли, когда несешь ответственность за такой театр, то всегда нужно оглядываться назад, чтобы убедиться, достоин ли ты своих великих предшественников. Невозможно не опираться на прошлое, потому что их опыт помогает нам нести личную ответственность за историю театра и за поддержание высочайшего художественного уровня. мы приглашаем лучших артистов. Мы приглашаем лучших артистов. и при этом стараемся не просто ставить Богему или Мадам Баттерфляй, Кармен или Тревиату, но делать это максимально качественно и современно. При этом мы ищем и названия, которые публике совсем неизвестны. Например, планируем вместе с паяцами Лиан Кавалло показать оперу Цемлинского «Флорентийская трагедия». Мы ставим леди Макбит Мценского уезда Шостаковича. Она тоже здесь никогда не шла. Вообще, знаете ли, профессия директора театра немного похожа на работу библиотекаря. Да-да, серьезно. Порой я чувствую себя работником гигантской библиотеки. Я выдаю для прочтения великие шедевры, а иногда предлагаю новые произведения или новых авторов. Но для меня самое главное, чтобы наши спектакли были на очень высоком уровне и чтобы зрители, которые приезжают в Монаку, были уверены, что услышат прекрасных певцов, хороший оркестр и увидят интересную постановку. Мы также делаем и очень современные спектакли. Главное ведь не роскошество в зале или на сцене, а те отношения, которые возникают у героев в операх Мерде, Пучини или Вагнера, а также между артистом и зрителями. В нашем зале такой контакт возможен. Здесь фантастическая гусика, и певцы могут петь совсем без нажима, Кроме того, зал небольшой, поэтому вы можете заметить любое мельчайшее движение артиста, оттенки его мимики. Это как крупный план в кино. При этом совсем не важно, насколько сценография или мизансцена соответствует общему декору зала. Важно чувство, которое у вас возникает в результате. Важно, насколько ярок артист. Знаете ли, можно поставить Анну Нетрепко в современном костюме напротив голубого занавеса, и ее выступление вызовет в душе величайшее переживание благодаря ее способности выразить чувство в пении. А если взять среднего артиста, то в каких бы прекрасных костюмах и декорациях он не выступал, вам будет просто неинтересно. я убежден, что не стоит ориентироваться на массовый вкус широкой публики. Это тормозит движение вперед. Нужно стараться опережать вкус публики, предлагать ей что-то новое, терзать в конце концов. Так делали и Рауль Гюнсберг, и Дягилев. Они были авангардистами, а опера Монте-Карло никогда не была консервативной. Не нужно никого поражать или шокировать, но нужно стремиться дать пищу для размышления и новые художественные решения. Важно, чтобы к концу представления зритель был убежден, в этот вечер он присутствовал на исключительном спектакле в зале Горнье, и эти впечатления останутся с ним навсегда. И чтобы он не задал себе вопрос, а не лучше ли сделать более классическую постановку или наоборот более современную. Монте-Карло «Что же касается артистов, то тут все просто. Поскольку на этой сцене пели все самые великие, то и мы ставим перед собой вопрос, кто является наиболее крупными артистами сегодня. Роберто Аланье, Анна Нетребко, Брин Терфель, Чичилия Бартоли, Хосе Кура, Лео Нуччи, Марсель Альварес. Прекрасных певцов немало. Все они либо уже выступали здесь, либо, надеюсь, еще будут. Выступать в опере Монте-Карло они любят, потому что здесь исключительная атмосфера, сама сцена, имена великих исполнителей прошлого, дирижеров, хореографов. Все это дает возможность ощутить себя частью великой истории. Это уже немало. Быть зрителем в опере Гарнье в Монте-Карло это тоже неповторимое удовольствие. Впрочем, как и в других крупных театрах, в Большом или Мариинском, в Парижской опере, в Коменд-Карден или Ла-Скало. Это особые театры с особой историей, и эта история без зрителей была бы просто невозможна. Первая песня о полете в космос прозвучала в эфире Всесоюзного радио в 1960 году, то есть еще до легендарного полета Юрия Гагарина. Тогда эта песня была слишком далека от реальной жизни, и многие восприняли ее как сказку, ведь мало кто предполагал, что уже очень скоро человек действительно отправится в космос. Но не прошло и полугода, как сказка стала былью. И теперь песню 14 минут до старта напевали все. И простые люди, и космонавты, и даже первые лица страны. А через некоторое время песня попала под запрет и вновь вернулась на эстраду только в конце 80-х. В 1960 году редакция всесоюзного радио объявила конкурс на создание песни. В это время о путешествиях по галактике мечтала вся страна. После того, как в космосе побывал первый спутник, а за ним и первые четвероногие космонавты, все ждали и надеялись, что скоро к звездам отправится и человек. И средства массовой информации готовились к событию, что называется по всем фронтам. Редакция радио обзванивала советских поэтов и композиторов, но к удивлению получала отказ за отказом. Песенников пугала сама тема, она была незнакома и слишком абстрактна. К тому же смущали и сжатые сроки. На конкурс отводилось всего две недели. Собственно, конкурс и не состоялся. Согласие дал только один человек, который уверенно заявил, что стихи будут готовы завтра утром, а если нужно, то сегодня вечером. Молодого человека звали Владимир Войнович, и в то время он работал на радио. Случайно услышав телефонный разговор редактора с одним из поэтов, он понял это шанс, и его упускать нельзя. Еще неизвестный автор, безуспешно пытавшийся поступить в литературный институт, Войнович решил доказать самому себе и другим, что он имеет все основания и право взяться за перо. Своё обещание Войнович выполнил. Действительно, утром на столе у редактора лежали стихи. Текст по телефону продиктовали знаменитому композитору Оскару Фельдсману. Его популярную песню Ландыши пела вся страна. Фельдсман не заставил себя долго ждать, музыка родилась у него буквально экспромтом. Исполнить песню предложили Владимиру Трушину. Вскоре новое произведение под названием «14 минут до старта» прозвучало в радиоэфире, а для телевидения сняли один из первых советских клипов. ПЕСНЯ ПЕСНЯ «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Но песню восприняли как сказку, и она не получила широкой известности. Тогда, в конце 1960 года, мало кто мог поверить, что до космического старта осталось 14 минут. Но песня стала предсказанием. До первого полета человека в космос оставалось всего несколько месяцев, сущие минуты в сравнении с вечностью. «На пыльных с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заметной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Легендарный полет Юрия Гагарина состоялся 12 апреля 1961-го. Сказав «поехали», 27-летний герой отправился к звездам. «На пыльных далеких планет останутся наши следы на пыльных ». Садились слухи, что песню «14 минут до старта» космонавт номер один исполнил на орбите. Так или иначе, но после сенсационного полета Гагарина песня надолго прописалась в радиоэфире и на эстрадах. «День от дня все веселей, живем мы чудеснее, внимая, Земля, поем киви про космонавтов песню». «Заправлены планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споем-ка перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Менее чем через 4 месяца, 6 августа 1961 года, с песней о пыльных тропинках на далеких планетах, в космос проводили нового героя Германа Титова. Кстати, на Байконуре сложили свой вариант стихов. По версии одного из инженеров космодрома, песня начиналась словами «Заправлены ракеты, конечно, не водой». «Заправлены ракеты, конечно, не водою, и кнопку пусковую, пора уже нажать. Давай-ка, друг, в сторонку мы отойдем с тобою. Эх, только б улетела, не дай нам Бог сливать. Я верю, друзья, что пройдет много лет, и мир позабудет про наши труды, но в виде обломков различных ракет останутся наши следы». В августе 1962 года в космос один за другим отправились Андриан Николаев и Павел Попович. Это был первый в истории космонавтики групповой полет. Более того, впервые в истории в космосе зазвучало дуэтное пение. Во время сеанса радиосвязи космонавты исполнили песню «Течет река Волга». А затем спели в честь конструктора Королева, родившегося на Украине «Девлюсь я на небо, тай думку гадаю». А на земле космонавтов, как и положено, встретили песни. Конечно же, это было сочинение Войновича и Фельдсмана. Рассказывали, что припев песни исполнил сам Никита Сергеевич Хрущев на Красной площади. Вечером того же дня тексты, ноты напечатали в газете «Правда». На следующий день публикацию повторили. Такого внимания со стороны центральной прессы не заслужила ни одна эстрадная песня. Через несколько дней в свет вышла пластинка с записей. На одной из торжественных встреч перед Андрианом Николаевым и Павлом Поповичем выступил Владимир Трошин. Текст песни подвергся редакторе, когда Павел Попович сделал замечание. Космонавты не курят. Как оказалось, из этой песни можно было легко выкинуть слово. Точнее, не выкинуть, заменить «закурим» на «споемте». Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны, ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. Пошло время. К звездам отправлялись новые корабли, а о космосе слагали новые песни. Но первая из них продолжала оставаться своеобразным гимном космонавтики. Все изменилось в середине 70-х годов. Песня 14 минут до старта стала звучать в теле и радиоэфире все реже. Затем музыка лишилась слов, а после наступило и полное запринение. Причина тогда была ясна немногим. В 1974 году Владимира Войновича исключили из Союза советских писателей за его правозащитную или, как утверждали идеологи, антисоветскую подрывную деятельность. Все сочинения Войновича оказались под запретом. Писатель покинул страну. Вернулся он только в конце 80-х, а вместе с ним вернулась и песня. Первая песня о космосе родилась почти случайно. Авторам она принесла славу. После ее созданий Владимир Войнович начал публиковаться в журналах и даже получал заказы от Всесоюзного радио на новые стихи и песни. Оскар Фельдсман приумножил свою славу великого композитора Песенника. Но главное песня продолжает жить, ее продолжают любить и слушатели, и главные герои песни «Космонавты», открывающие новые пути к далеким звездам. В Академическом балетном театре существует правило. Прежде чем стать прима-балериной, артистка балета должна пройти определенный путь. Сначала корда-балет, затем небольшие сольные партии, так называемые двойки и тройки, и уж затем долгожданные Аврора, Адилия или Жизель. Но бывают и исключения. В 1959 году в труппу Большого театра пришла молодая и талантливая Елена Рябинкина. И уже через год ей доверились танцевать за главную партию в балете Глазунова Раймонда. Сегодня дают Раймонду в главной партии Елена Рябинкина. Глазунова Раймонда. Глазунова Очень жаль, но приходится прощаться. С вами был Геннадий Янин. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok